Здравствуйте! В эфире программа «Клинически доказано» Самая научно-развлекательная программа, рассказывающая о новых технологиях в области медицины. И сегодня в выпуске. Отоларингология. Диагностика и лечение патологии уха, горла и носа. Катаракта. Причина возникновения и способы лечения этого заболевания. Фарингит и тугоухость в раз отвадит доктор Лор. И миндалины, припухлость, и в ушах иной засор. Если в глотке занедужит, ждет вас ухо, горло, нос. Отоларингология – это раздел медицины, который специализируется на диагностике и лечении патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи. Сам термин пришел из древнегреческого языка. Данное слово образовано из корней «ото» – уха, «рина» – нос, «ларинг» – горло, «логия» – наука. Заболевания уха, носа и горла были известны еще в глубокой древности. Цельс и Гален, жившие до нашей эры, описали подробные сведения о строении, функциях и болезнях этих органов. Отоларингология, как самостоятельная дисциплина, начала развиваться во второй половине XIX столетия. С усовершенствованием техники появились эндоскопические методы исследования. В 1841 году немецкий врач Гоффман для изучения лор-органов изобрел лобный рефлектор. А в 1854 году врач-фониатор и оперный певец Мануэль Гарсия изобрел плоское зеркало для осмотра гортани. Для уха появилась ушная воронка, для носа – носовой расширитель. Эти изобретения позволили проводить консервативные и хирургические мероприятия. В клинике Ормедикал имеются все возможности, чтобы диагностировать и лечить такие болезни, как синусит, ренит, хронический танзелит, аденоиды, полипоз, фаренгит, атиты разной локации, гайморит и многие другие. Сейчас у нас очень хорошо развита диагностика, поэтому мы быстрее диагностируем, быстрее лечим и быстрее выздоравливают люди. Но мы, допустим, не так много специалистов, которые промывают миндалины, лакуны в миндалинах. Поэтому ко мне сейчас очень много ходит пациентов, которые живут здесь в Орехово-Зуево, для того, чтобы промыть миндалины при частых ангинах, при увеличенных миндалинах. Миндалины – скопление лимфоидной ткани, расположенной в области носоглотки и ротовой полости. При различных воспалительных процессах и заболеваниях проводится промывание с использованием шприца со специальной изогнутой конюлей и тупой иглой. Эффективность метода зависит от механического удаления из лакун миндалин гнойного содержимого, а также от действия лекарственного раствора. Сам человек, к сожалению, не промоет, потому что это достаточно далеко находящаяся структура, и есть специальные инструменты. И вот мы промываем эти гланды, убираем всю инфекцию изнутри их, и люди побыстрее поправляются. В области отоларингологии существуют и многие другие заболевания, характерные для каждого возраста. Лица молодого возраста – это, конечно, больше воспалительные заболевания, а если лица пожилого возраста – это, так сказать, сосудистые заболевания, которые больные в основном обращаются с снижением слуха. Дети, у них очень широкая слуховая труба. Это такая особенность, она со временем пройдет. Поэтому у детей очень достаточно распространено заболевание, которое называется евстахиид. Это возникает воспаление в слуховой трубе из носа или из горла, она выходит в горло. И сообщается с ухом. И поэтому, если воспаление в носу или в горле, то по этой слуховой трубе в ухо очень быстро возникает воспалительный процесс. И детки плачут, у них болят, естественно, уши. Уши болят достаточно сильно. В отделении отоларингологии клиники Ормедикал имеется современное оборудование, которое дает возможность значительно повысить точность диагностики заболеваний носоглотки, особенно в случае аденоидов у детей. Это разрастание аденоидной ткани, которое бывает у маленьких, не у всех далеко, но бывает. В основном это заболевания, которые склонны к регрессу и к 10 годам оно уже у этих деток проходит. Ну, счастье остается, тогда нужно будет оперировать. В день специалисты принимают до 25 человек. В лечении используются как консервативные, так и оперативные методы в зависимости от стадий лорозаболевания. Еще несколько лет назад диагноз катаракта для людей пожилого возраста звучал как приговор. И действительно, эта болезнь очень коварная и развивается очень медленно. Поэтому пациенты не торопятся обращаться к врачу. Но это неправильно, потому что только высококвалифицированный специалист сможет сразу распознать катаракту и безболезненно вылечить ее. Чтобы вам не приходилось каждый раз менять очки и видеть мир в мутном свете. Катаракта с древнегреческого переводится как водопад. Физиологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Как и любое другое заболевание, оно имеет, скажем так, несколько видов на самом деле. То есть встречается, допустим, заболевание у молодых людей, врожденное состояние у молодых людей, в результате травмы. Но основной контингент этих пациентов – это люди старшего возраста. Одна из причин возникновения катаракты – несбалансированное питание, употребление генномодифицированных продуктов. Так как это заболевание обменное, недостаточное количество витаминов и микроэлементов в организме приводит к окислению белков. Хрусталик у нас состоит из белка, из чистого белка, который в идеале прозрачен. Это вот единственная ткань в глазу, которая у нас прозрачная. И там начинают откладываться соли. Из-за чего? Из-за того, что организму чего-то не хватает. Как правило, это несбалансированное нерациональное питание. Не трехразовое, а одноразовое. Или вообще просто перекусил чего-то, излишнее количество жиров, недостаточное кровоснабжение и так далее. Это чисто мое суждение такое. Оно, наверное, имеет тоже право на жизнь. Вы посмотрите вокруг себя. Ведь источников различного излучения, радиоизлучения вокруг нас, оно значительно выросло по сравнению с тем, что было 10, даже 10, 15, 20 лет назад. Практически все пользуются сотовыми телефонами, мобильными телефонами. Вокруг у нас компьютеры. То есть везде есть генераторы каких-то радиоизлучений. Вот одна из причин, как мне кажется, в общем-то. На сегодняшний день без операционного лечения катаракты не существует. Денатурация белка, из которого состоит хрусталик, носит необратимый характер. Поэтому какими-либо консервативными способами можно лишь задержать развитие катаракты. Но повысить остроту зрения без операции невозможно. Если острота зрения меньше пяти строчек, то это уже прямое показание к хирургии катаракты. Вот это сейчас мы идем по европейским, по американским стандартам. Вот пять строчек – это уже та граница, после чего уже пациента нужно оперировать. Потому что раньше, когда учили старых врачей, а я занимаюсь еще и обучением врачей, раньше катаракту ждали до последнего, когда она созреет до очень плотного состояния. Сейчас мы уже не ждем до такого состояния. Мы уже берем в начальной стадии, потому что технологии позволяют вернуть нам зрение до единицы, до 100% остроты зрения. Операция длится от 10 до 15 минут, во время которой человек находится в сознании. В данном случае применяется только капельный наркоз. Проводим капсулу Рексис. Видно, что связки достаточно слабые. Вот это оборудование позволяет оперировать катаракту с разрезом меньше 2 мм. Фактически мы получаем прокол. Это не разрез, это прокол. Действительно, мы идем двумя проколами, которые потом не накладываются шов. Потому что раньше операции, за какие-то 15 лет назад, вы можете себе представить, что операция была 12 мм разрез. Сейчас 2 мм. Видите, разница идет в 6 раз. Мы уменьшили разрез. И через вот эти 2 мм мы вставляем специальные инструменты, которыми мы манипулируем в глазу. Линза вставляется тоже через эти 2 мм. Соответственно, мы получаем минимум разрез, быстроту операции, минимум осложнений, которые вообще практически в данном случае очень редко когда возникают. При катаракте важно вовремя обратиться к врачу-офтальмологу, чтобы он правильно поставил диагноз и назначил операцию, результаты которой будут зависеть от того, на какой стадии заболевания находится пациент. Если это самая последняя стадия катаракты, то мы получаем осложненные варианты, соответственно, тяжелая операция, она будет длиться длительное время. Для хирурга это тяжело, для пациентов в послеоперационном периоде это будет тоже тяжело. А если вовремя все произошло, это стадия начальной катаракты или это стадия незрелой катаракты, то тогда все проходит буквально за 3-5 минут. Для каждого вида хрусталиков существуют определенные медицинские показатели и противопоказания. Пациент обычно говорит, что он хочет, что он ждет от операции. Поэтому, если ему нужно смотреть за компьютером, то, соответственно, мы настраиваем зрение на радиус, вернее, на расстояние 1 метра, чтобы у него максимально лучшее зрение было без очков на расстоянии 1 метра. Если он водитель, то ему нужно зрение вдаль. Соответственно, мы делаем максимальную остроту зрения вдаль. Если он активно работающий пациент, таким мы предлагаем как раз мультифокальную коррекцию, чтобы он видел и читал без очков, и вдали был без очков. Но это все оговаривается на предварительной беседе, которая длится, не знаю, до получаса. Пациент задает все интересующие его вопросы и, соответственно, получает все ответы, которые ему необходимы. В день офтальмологи проводят до 30 операций. Оборудование клиники отвечает всем необходимым стандартам и нормативам. Помните, чем раньше вы обратитесь к врачу, тем легче пройдет лечение и эффективнее окажется результат. Это была программа «Клинически доказано». Мы рассказываем о самом новом и интересном в области медицины. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok